Если ты хочешь к этому конкурсу, то, скорее всего, ты пойдешь к его близкому другу и спросишь, а что нравится этому человеку? Что он делает? То же самое мы делаем, когда мы хотим был на концепт Кришны. Мы идем к его самым близким слугам и узнаем. Мы узнаем от них о Кришне, о том, что он занимается, что он делает и так далее. Гурдер — это самый близкий его слуга, а мы — слуги Гурдера, то есть мы слуга, слуги Кришны. И Гуру нам своим примером показывает. Они приходят в этот мир и показывают, как душа должна себя вести на земле, что будет правильно, как нужно жить. То есть они следуют ситханте, они нас учат этому. И без духовного учителя ты никогда не продвинешься в практике. Когда Гуру закладывает тебе в сердце семечка лакти, куда он тебе говорит Мухаммад, он туда вкладывает все знания, все шлапанта-гьяна. Только теперь тебе нужно... Симечка взращивайся. И веришь на хранение, ты должен наполнить все его наставления. Кришна говорил об Дове. Мадамки чнам грушин, да, мастер Мадамакам. То есть следует посвятить всю свою жизнь. Там мой Гуру, который познал меня, все время находится в медитации обо мне. Кришна, который Мадамакам, то есть тот, который погружен в меня все время. И мы молимся Городеву. Городеву, Крипа, Бинбадея, Преина, меня капля милости. Городеву, Крипа, Бинбадея, Преина, меня капля милости. То есть позволь мне стать твоим другом, стать смиренной травинкой. То есть Городеву нас учат быть смиренными. Ты надо без уничества. Обычно в Ашнабе еще говорят, вот когда ругаетесь, то так голос есть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Харик, Кришна. Поймал себя на мысль, что работаю, меня там наделаю, я не руковожу, там какие-то лекции, всякие материальные, чуши. А здесь трясет, как осинный лист. Ну, начну с того, что где-то два года назад я познакомился со знанием Кришны. В мой город поехали в Хараджи. Я был на программах, которые проходили на квартире. Я испугался, когда первый раз был киртом, когда с Абумахарадж с гонком прыгал по квартире. Я не знал, куда еще попал, что происходит. Все кланились к фенталюзинам, там, мужчинам на фотографиях. Потом летали чётки, ну, нет, снимок. Я начал потихоньку читать жабу. И, к моему удивлению, я за месяц, наверное, даже меньше, отказался вообще от всего. Ну, от мяса, от всего-то, если что, не могу приятным добавить. Потом, первая книга, наверное, которую я прочитал. Нет, не первая. Одна из первых была «Шири Гуру. Сама моя жизнь». Я ничего не знал, то есть кто такой городок, что это значит. На самом деле, книга просто сознание моё перевернуло. И я начал спрашивать у поведенных, у знакомых. То есть, ну, у меня было мало знакомых ещё совсем. Кто такой городов, как его найти. Вот, и потихоньку-потихоньку я узнавал всю эту информацию. Вот, и начал молиться. Начал молиться в условной миссионате. Начал молиться, если молиться на районе махараджи, а чтобы мне найти своего городова. На самом деле, я хочу сказать, что городов – это самая милостивая личность, которой только может быть. Мы все абсолютно разные, и все совершенно разными путями. Но городов – каждого из нас нашёл. Нашёл по-своему. Кто-то сразу подшёл по городову. Кому-то пришлось долго-долго искать. Но городов – он настолько милостив, что у каждого свой путь. Но каждый этот путь прошёл для того, чтобы торебать плотостным столом своего городова. Наверное, у каждого из нас есть дома рамки большие, красивые, в которых изображение своего гуру. Как мы стираем полинки с этих рамок, как мы молимся каждое утро, чтобы «О, Гуру, да, я ничтожный человек, пожалуйста, дай мне хотя бы желание научиться, молиться, чтобы хоть капелька банки сродилась в моём сердце, чтобы я хоть немножко искренне от души стал молиться, потому что по материальным вещам я страдаю, по-духовному моё сердце, оно как камень. И каждый из нас, я думаю, молится об этом городову, потому что мы живём в этом чёрстном материальном мире, где на самом деле я получаю настоящее истинное удовольствие, только когда общаюсь с претанами, когда приезжаю куда-нибудь, к сожалению, где я живу, там у меня мало общения. Вот поэтому каждый мой выезд – это просто как сказка. Я на самом деле понимаю, что вот она, настоящая жизнь. И всё это благодаря дальшедному человеку, этого благодаря ПД, который меня нашёл. И я кланяюсь ему бесконечно. Я, не знаю, я просто счастлив, что моя жизнь сложилась именно так. И я говорю ему большое спасибо, что ты гуру – это самая жизнь. Прекрешно. Он рассказал, как он встретил его гуру, и он рассказал, как каждый день мы божьем нашу гуру, каждый день мы проживаем нашу гуру, что моё сердце как стон, пожалуйста, будь мёртвенны мне. Он просто экспрессировал его эмоции к гуру. Я не знаю. Я прошла. Спасибо. Хорошо. 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 Я вообще не планировала говорить то, что сейчас хочу сказать. Меня просто сподвигло добраву. Той темой, которую он сейчас поднял, тема молитвы. Потому что это единственный способ, молитва, искренняя молитва, единственный способ найти истинную Гуру. Это касается как мантра Гуру или дикша Гуру, это касается также и шикша Гуру. Для нас на самом деле это самая актуальная тема. И поскольку вчера, вернее позавчера, у нас плавно наши все выступления перешли к личному опыту и к различным историям, которые начали рассказывать люди о силе святого имени, то сейчас я хочу рассказать свою личную историю о силе молитвы и о том, как Гуру Дэф меня нашел. Хотя я эту историю многим здесь присутствующим наверняка уже рассказывала. Но хочу еще раз поделиться. Просто мы знаем, нас всегда учат о том, какие признаки есть у истинного Гуру. Мы знаем этот стих, который вчера нужно было выучить нашим детям. «Пасмон Гурум Прабадильтаджим, я слушаю тамаши, бепара чанишна там, брахмани башмашрем». Но у нас нет глаз, чтобы увидеть эту личность, которая обладает этими признаками на самом деле. Мы никогда не узнаем ее сами. И единственный способ найти такую личность – это молитва. У нас была в Девногорске такая история в 2003 году, если я не ошибаюсь. К нам приехал в первый раз, мы увидели одного из учеников Гуру Дэла. Мы тогда о нем еще не слышали. Геннадас Прабу. А? Геннадас Прабу. Нет. Нет. Геннадас Прабу позже, через год приехал. Это был обычный рядовой преданный из Перми, но у него было божество Бринтадея. У нас ни у кого, естественно, не было еще ни Харина, ни Дикты. Но тем не менее она стояла на алтаре на нашем, на Махата подходила Лавангалаты в Девногорске. И каким-то образом нам удалось его уговорить, когда он уже покидал нас, чтобы это божество оставили у нас до его следующего приезда. И тогда… А у нас как раз был такой период лично вот у меня, что мысль во мне сидела, что мне нужен истинный Гуру. И вроде как я уже там склонялась к одному Гуру и уже даже начинала про нама мантры читать, но удовлетворения не было. И не знаю, я уж не помню, что меня подвигло. Я переплавила все свои золотые украшения на корону для этого божества в Риндадеи по собственному эскизу там ее сделали. Вот выгрузили на нее, и мы начали усиленно молиться. Я говорю «мы», потому что Лавангалаты, она тоже к этому причастна. И мы молились об одном и том же. Мы молились о том, чтобы найти истинную Гуру. Хотя нам уже рассказали о Гуру Дели, все равно еще мы не понимали, что это он к нам пришел за нами. Вот. Поэтому вот этот, так сказать, зов, он, я считаю, был услышан с нашей стороны, по крайней мере. То есть Гуру Дели со своей стороны уже все сделал. Но мы должны были еще сами это понять, что он уже нас нашел. И этот способ как раз молитва. И уже гораздо позже. Хотя первая книга Гуру Дели, которая была опубликована на русском языке от живого садху, вся посвящена Гуру Дели, и там об этом пишется. Когда я ее первый раз читала, я не обратила на это внимания. Уже на второй или на третьей прочтении я увидела это место, где Гуру Дели объясняет, что ваш единственный способ найти истинного Гуру — это искренняя молитва. И я только задним числом уже поняла, что это действительно так. Что как бы интуитивно мы это и делали. А потом уже я нашла подтверждение уже в словах Вайшнавы. Вот. Ну, наверное, пока на этом закруглюсь. У нас еще Кришна Тадва же, да, сегодня? Вот. Кришна. Кто из новых людей, которые подготавливались, у кого не было возможности говорить? Кришна Тадва же, кто не договорился. Кто хочет еще сказать? Ну, тот же предоставил. А? О, он тоже влезет. Окей. У меня еще где-то в полиции пределы. Попрошу Кришна Тадва помочь мне выступить с силой, не быть умирающими людьми. Тогда нужно произвести в Умакьяну, Тимиран. Умакьяну, Тимиран, Мерсиан. Тимиран, Мерсиан, 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 Мерсиан. Тимиран, Мерсиан, Мерсиан. Тимиран, Мерсиан, Мерсиан. Всегда перед каждым выступлением нужно обязательно произносить эту пранаву-мантру. Что еще такое это? Не только это, но хотя бы это. Сословистое, Гураве, Мерсиан. В читании «Чаритапвити» Махапрабху дает вставление в рубрике «Гославие». Он говорит «Гуру Кришна прапады па…» прапады па… прасады па… бхакти, лата… бич… Гуру помогает. Спасибо. В этом стихе говорится о том, что только по милости Кришне и Гуру мы получаем семя Мерсиан и Бхакти, преданного служения в сердце. И что по милости Гуру… По милости Кришне мы встречаем Гуру. И только по милости Гуру мы потом обретаем Кришну. Гуру – он истинный представитель Кришны. Он приходит к нам сюда, в этот мир, из его обители. И он имеет с собой према-бхакти сутру. Сутра – это веревка. Один конец, который он прикреплен к лотосным стопам Кришны, на галоке Бриндавана. А второй конец, Гуру, бьёт и приходит в этот мир к нам. А наш мир, он как тёмный колодец, в который мы все упали и сидим в нём. А Гуру, он находится за стенами этого колодца. И он бросает нам эту верёвку и говорит – держись крепче. И помогает подниматься наверх. И если мы будем чистосердечными, искренними, не будем хитрыми, лживыми, то мы обязательно, Гуру обязательно поднимет нас наверх. А если же мы будем хитрить, изворачиваться, то ничего не получится. Мы так останемся на дне, а можем получить ещё и более худшее. Вот, как говорится в тихе, «Хари саххана аппаратха тары хари нама, там из тхани аппаратха нахи палитрана». В нём говорится, что если мы совершим грех лотосных стоп хари, то нас спасёт хари нам. Но если же мы совершим грех лотосных стоп чистого ващнава, то нам уже никогда никто и ничто не поможет. Кришна. 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 Однажды я открыла первую песню Шриман Бхагаватам и начала читать предисловия в переводе «Уже стерна милости» Бхагдивинатна Слави Абхараджи Бхагаватам. И, не помню, но на одной из первых страниц есть такая строчка. Первейшая обязанность человека, именно обязанность человека — это найти истинного гуру и предаться им. И вот как выбрать духовного учителя? И тут возникает вопрос. Вот о том уже много говорили сегодня. Кто такой гуру? Начинаем искать, начинаем спрашивать тех, кто в этой тени находится. И вот Вахтиминолог Хакур говорит Душа подвластной иллюзией думает, что всё она делает сама. Но это самообман. Что могут крошечные души без твоего вмешательства? Они могут только желать действовать. Но пока ты не благоволишь исполнить их желания, они ни на что не способны. И вот на самом деле, что мы можем? Мы можем только желать. И люди веркали, говорится, все склонны к обману, к лжи, к лицемелью, ну и к разным другим порокам. И каждый думает, ну вот я уже ничего, я уже такой хороший, вот я уже повторяю Махаманку, я уже лучше стал, а вот я уже нашёл духовного учителя, я вообще хороший стал. Но на самом деле мы сами, говорится, ничего не можем. Мы не можем в Калиюгу исправить ни один свой недостаток. И как бы нам не думалось, что вот я уже достиг совершенства какого-то, я уже теперь вот не гневаюсь, стоит только Господу устроить нам какой-то урок преподать, и мы тут же начинаем гневаться, например. Или лгать, или ещё что-то. И только по милости Кришны что-то меняется. Но Кришну мы сами, мы Его сами не можем достичь. Только по милости Гуру. Поэтому мы можем исправить свой характер и свои качества. И вот такой пример шьеморальные дети рассказывал на фестивале в Москве, что когда у неё, она была в Исконе, и там вот после ухода шьего правопады начали происходить разные вещи, с ней не очень хорошо поступили её духовные братья, и она была очень обижена на них и зла. И она обратилась к Гурдеву и сказала, открыла своё сердце и сказала, о Гурдев, я ничего не могу с тобой поделать, я всё время думаю об этом, я нахожусь в этом его настроении, что мне делать? Гурдев ответил, ничего, продолжай совершать бажен, я над этим работаю. Гурдев, но мне стало легче, но всё равно в моём сердце осталась гнев на них обида, что мне делать? Он говорит, ничего, моя дорогая, продолжай совершать бажен, служить, я над этим работаю, скоро всё пройдёт. И прошло немного времени, и Шимарани Диди говорит, что и меня это отпустило, и я поняла, это не я сама. Это сделал мой Гуру. Вот. И об этом уже говорили, что только искренняя молитва в сердце, Гуру, он насквозь нас видит, и он знает сердца каждого из нас. И можно какие угодно слова в молитве произносить, но искреннее желание в сердце определяет то, какой Гуру к нам придёт. И вот, это вот пример приходит Гуру Гавинда Махараш, говорит, вот вы когда приходите в магазин и начинаете покупать товары, вы говорите, дайте мне вот, ну, приходим, допустим, покупать, ну, валантин. Ну, а перед нами сначала разбрасывают очень много вещей и говорят цену. Мы говорим, ну, посмотрели, посмотрели и говорим, нет, нам надо что-то получше. Он говорит, хорошо, у нас есть получше, но тогда это была другая цена. Мы говорим, хорошо, давайте другую цену, но получше. Перед нами снова раскидывают много товара. Мы снова смотрим, посмотрели, посмотрели и говорим, нет, это не то, нам нужно лучше. Тогда нам говорят, но это будет совсем другая цена. И снова перед нами уже из-за храмов вытаскивают какой-то товар, но это товар очень дорогой. И мы тогда говорим, о да, вот это я вижу, это качество, я это беру. Но для того, чтобы это взять, нужно заплатить деньги. И что же является этими деньгами? А деньгами этими является именно искренность в нашем сердце. И вот Нагаре говорил об этом, и Горгарин Дамахараш все время об этом говорил на каждой лекции. Он говорил, что нужно искренне в сердце плакать. И тогда вот эта искренняя молитва, она будет услышана. И обязательно придет настоящий гуру. И на самом деле мы получаем все того гуру, какого мы достойны. Да, мы на самом деле, мы сами ничего не видим. И мы не можем увидеть гуру. Но в принципе это и не задача. Нам ничего и не нужно видеть, потому что мы слепы в этом мире, как котята рожденные. Мы маленькие. Но главное, чтобы нас гуру увидел. И вот когда нас гуру увидит, тогда наша жизнь состоялась. Тогда мы, может быть, если мы будем выполнять указания гуру, и придем к успеху. И последнее, что я хотела сказать. Очень часто преданное, в сердце преданных закрадывается такое сомнение. А туда ли я иду? А тут ли это гуру? Даже уж когда приняли гуру. А может быть мне надо вот другого гуру? А может быть вот... И мы начинаем судить о том, о чем судить в принципе не можем. И сейчас с этим очень часто мы сталкиваемся в разных городах. Что мы обсуждаем те темы, которые в принципе для нашего ума недоступны. И я хочу такой пример привести. Это становится очень понятно. Вот у нас на горе есть детский сад. Там 20 ребятишек. И у нас не есть свои взаимоотношения. Мы можем поспорить по поводу какого-то момента педагогического или еще какого-то. Но при этом ко всем детям мы стараемся относиться ровно. И мы все их любим. Мы всех их любим. Просто мы знаем индивидуальное качество каждого ребенка. А когда приходит девочка, допустим, в садик, у нее плохое настроение, не подходишь, а она говорит, не хочу тебя. Я пойду к тете Наде. Те Надя говорит, ну иди сюда, моя хорошая. Я за это на тете Наде не обижаюсь. И она не перестает быть моим другом и моей коллегой. И отношения между нами из этого не портятся. А потом эта девочка приходит к тете Наде. Те Надя говорит, ну какое-то замечание делает. И говорит, нет, так не пойдет. Но если хочешь поплакать, ну тогда вот иди вот поплачь, а потом подумаешь и придешь. Она говорит, ну тетя Надя плохая, пойдет к тете Ире. Приходит к тете Ире и говорит, тетя Надя меня обидела. Я говорю, ну иди, иди сюда, моя хорошая. И тоже ее приласкаю и поглажу. И она на какие-то мгновения тоже счастлива. А потом она говорит, ну тетя Ира меня обидела и бежит к повару на кухню. Тетя Ира, тетя Ира меня обидела. И так она бегает от одного к другому. Но в то же время все мы не перестаем быть коллегами. У нас не портятся отношения, но маленьким детям наши отношения не понять. Потому что они настолько еще умом не выросли до возможности осознать то, что мы делаем для них. Они просто приходят в свой дом, им там хорошо и не больше. А то, что это очень продуманная система воспитания, то, что это все планомерно выстроено, и то, что был определенный план на это, им даже не дамет. Поэтому и мы тоже, мы как дети. И перед нашими отчариями, перед нашими садху, мы на самом деле, мы как дети. И вот думать о том, что мы все понимаем там, даже не стоит. И вот такой пример, чтобы на будущее нам... Я просто себе этот пример все время привожу, чтобы мне не судить, не думать, что я все понимаю. И теперь вот я такая пытаюсь. Хочу просто вся слава моему Гуру и вся слава Байшнава. Только по их милости, на самом деле, только по милости Гуру Гавина Махараджа, которому я молилась и плакала, чтобы обрести настоящего Гуру, я нахожусь в путь в этой собрата и спасибо. Нагари, кто-то сказал, очень хорошо. Может, вы спросите мне, что Нагари сказал? Потому что я думала, что вы спросили, что этот мир, это как дарь. Нагари, нет, нет. Первый, Нагари сказал, And then here to my friend Indourani, she told very nice point. Нагари told that this dark world and the Guru only can help us. We need to cry for the sincere Guru. And then Indourani told that we are teachers in the kindergarten. And the small, small boys, small girls, they cannot understand teachers. Sometimes today they're upset with one teacher, tomorrow they are upset with another teacher, but they cannot understand teachers. We are the same small babies who cannot understand Vaishnavas. Vaishnavas sometimes look like they are quarreling, but they understand each other, but we cannot understand this. Let's make nice examples from this. I wanted to say a little bit about what we all know, and we always say that we need to find a guru, and we need to trust him and trust him. But the meaning of these words we always love, and we always give it to this kind of value. Our Guru Dev always says, that we only need to trust him in his heart, to establish relationships with Gurudev, and then you will never worry about it. This is the moment, that it is very important, that there were sincere and profound relationships with Gurudev. It was just a kind of a kind of a conversation about Gurudev, Gurudev. I remember, in the Karthike, in the 9th grade, when he was still here, when Gurudev came to us to the lecture, there was a lot of people, and there was a lot of people, and there was a lot of people, that to be able to protest with Gurudev was just impossible. It was just an unreal. It was such a real thing. It was such a real thing. And each one wanted to come and to come and to come and to come and to come, and look at the story of Gurudev. It was just a bit of a doubt and it was a bit of a doubt that Gurudev, he just stopped, he constantly stopped, and took attention to the people who are just derives with the little голос of Gurudev. And it was just something that he looked at it like this, he looked at Gurudev. He was only able to feel that Gurudev just a moment, that Gurudev, he overall felt that Gurudev обращает больше внимания именно на тех у кого есть отношения я помню была одна женщина из израиля в девятом году которая жила с нами в комнате и она рассказывала как она очень сильно заболела тоже пожилая женщина и она уже думала что оставляет тело и как она придавалась или гуру дэвы и как она молилась и просила его чтобы он принял участие в ее судьбе и когда вот в этой давке когда проходил шива гуру дэв она также просто стояла она очень смиренная женщина он вдруг повернулся к ней и спросил а как теперь ваше здоровье я поняла что он все знает значит мне было плохо вот этот момент очень я помню очень сильно запомнила на всю жизнь и бывают такие времена что нужно чувствуешь не только какой-то холодок бывает когда в сердце вдруг загорается какая-то искорка и когда на самом деле какие-то отношения не более теплые только что такое происходит и тогда баджан и какие-то реализации вкус совсем другой к баджану и очень важно именно чтобы отношения были к сердцу это все милость гуру дэва махараш говорит я очень удивлен все говорят очень хорошую харикатку это все милость гуру дэва когда мы приступаем к какой-либо духовной деятельности мы обращаем наше внимание на Шри Гуру ну даже ему почтение принимаем у него прибежище но также мы произносим про нам мантру омагьяна тимиран хаси гьянанжуну шалаке чакшурнуэлитамьян тасмай шри Гуравэна маха Гуру дэв дает вам гьянанжуну знания избавлять нас от тьмы что является этой тьмой тимиран хаси тьмой является то что мы не знаем о наших взаимоотношениях с лично не знаем наше положение не знаем почему мы страдаем и как нам избавиться от этого гуру дэв дает настолько милостив что по его беспричинной милости мы можем сразу отправиться на галуху в риндавану получить служение шри мать радике и гриша как нам понять есть пример переводится пример с истории древо желаний и царя чем отличается гуру дэв древо желаний один царь поехал на охоту и попал в лес было поздно то ли заблудился каждый и ему захотелось покушать и тут перед ним ясно ему захотелось попить появилось перед ним шикарное питье какое ему нравилось он подумал как бы наелся напился ему все хорошо и подумал как было бы хорошо если бы еще и поспать ему царские перины вот и потом ночью проснулся рык от таких зверей и он подумал ой наверное тигры ходят как раз появился тигр и подумал он наверно меня съест и съест дерево желания он исполнит любое наше желание какое бы мы не хотели не думая о том принесет нам это благо или вред но гуру он дает только то что нам необходимо не будет давать нам то что нам хочется будет об этом только то что нам нужно для продвижения духовной жизни как нам понять кто есть гуру кому мы должны посвятить всю свою жизнь нужно обратиться к шастрам шастры описывают три признака гуру два внешних один внутренний первый внешний признак это то что гуру познал все писания веду панишады кураны он он способен рассеять все сомнения ученика момент когда был задан вопрос никогда то там через день или через месяц а в тот же самый момент второй признак это то что на причем от материального мира нет привязанности к почестям к еде в вину и тому подобное третий признак эти признаки очень легко определить но внутренний признак есть еще гуру его очень сложно определить то есть этот признак заключается в том что гуру слушать кришну в другом мире 24 часа в сутки да он может присутствовать здесь может давать крокотку может проводить какие-то милы схожие с человеческими но он служит этот признак очень сложно определить мы не можем сами сам сознанием это сделать только если гуру сочтет что наш баджан хорош что он исследуем только тогда он может открыть это может возникнуть вопрос когда же гуру нам это откроет когда у нас все это проявится но не нужно торопиться мы должны просто смиренно совершать свой баджан мы должны стараться выполнять наставление и тогда когда мы будем готовы достигнем необходимого уровня гуру депо раскроет на всех ходьбу he told that guru give us transcendental knowledge gyananjana and he told that there are some qualities of guru external and internal we cannot see internal qualities only if guru see cool qualities of disciple if he see that disciple is qualified that he can reveal this internal quality him i i i i i i i и i i i i i i i Я хотела бы немножко сказать то, что никто не судит, ну ни труда, ни сегодняшнего, но я все-таки опять, думаю, это будет, ну, важно нарезать каждому, потому что это лично для меня, это было было открытие, и мне это очень помогло. Вот, возможно, эти коммуникации, они будут, и у вас, и у вас, и у вас даже расскажут, что вы так понимаете, но тут уже не годится, так или иначе. Действительно, здесь говорили о том, что качество урока, и что мы не можем их увидеть, разглядеть и понять, это правда. Видит ли он это абсолютно лист лицо к лицу, мы не знаем. Если у него материальная привязанность, нет ли у этого человека материально привязанность, мы не знаем. Я вспомнила эту историю, когда в городе он пришел, вот этот богатый американец, подарил ему, ну, пожертвую, большую пачку долларов, огромную пачку, такая толстая. Он пришел вот так, как бы, сделать, когда, ну, вот, я понял его сердце, в городе посмотрел на него. Он начал перебирать эти доллары, так вот жадно, как бы, толпа за все, грубые, грубые, ну, я просто обманул его. Он убежал со всех ног, конечно, он, как улажный, у-у-у, у него просто. Вот, это просто, мы не сможем понять, есть ли эти привязанности, нет ли эти привязанности, это невозможно, как бы. А он познал, а я зачем писать, все это, как писать, не познал, нереально для нас, действительно, нереально. А уже, но, раз же, приняло второй, приедь, когда мы обязательно идите, прочитайте этот сборник, изумительный сборник, на самом деле, и там есть одна статья на лекции Городаева, просто революционная лекция. Я ее много-много раз уже читаю, перечитываю, и буду читать, наверное, еще много раз. Там Города говорит, да, вы не можете определить качество Города, вы не можете увидеть, но вы должны. Если вы этого не сделаете, ваша духовная жизнь будет разрушена, вы совершите ошибку, за которую вам дорого придется расплатиться. Кому он обращается? К Мазе Матхикарии, которые распознают там что-то, где-то как-то. Нет, он нам говорит, ребята, алло, вы должны, как хотите, как хотите, должны распознавать. Я долго думала, ну как так, это же противоречие, как так можно, это же невозможно вообще быть. Вот, но потом я приняла, все-таки, парампары наши, наш горы, они очень милостивые, они не могли нас бросить вот так вот, без спасательного круга, они должны были что-то оставить. Я когда видела в самолете, там вначале, в самом, показывают фильм об этих конструкции самолета, и, ну, световая дорожка, которая ведет там к валидному выходу, там, где-то, где-то. Но вот этих световых дорожек, они нам-то оставили, они оставили нам столько маячков, просто их надо... Они каждый раз, причем об этом говорят все наши ачарии. Они, ну, на каждой калекатхе буквально, когда я его слушаю, лекции с картики, постоянно идут, постоянно вот эти качества упоминаются. Это те самые качества, которые передаются по гуру, по рампури. Это деяние, жизнь наших, святых наших ачарьев, нашей парампуры. Вот, эти качества передаются один в один, без всяких там, как бы, там, вариаций. Вообще абсолютно одинаковые, абсолютно прям просто, вот, если пронаблюдать, это, я не знаю даже до такой степени сходства, я приду, и у меня эти качества, я как бы просто из хоккей, из лекций, из книг набираю, я просто для себя делаю такой, как бы, списочек, что ли, такого вот этих вот признаков, таких вот, я просто два ярких вам расскажу, для меня, как бы, ярких очень, два признака, по которым можно определить, насколько человек действительно является Махабагой, Твошна, Мсаатгур, насколько он находится в парампе. Почему? Потому что, когда начинаешь эти признаки, как бы, ну, смотри, выясняется, допустим, что некоторые имеют 100% набор признаков, некоторые процентов 70, там, примерно, некоторые 50, некоторые одно качество только имеют, а некоторые не имеют ни одного, на руку вообще, но тем не менее, они являются, ну, как Бугуру. Вот номинально они дают им посвящение личных встреч. Вот, поэтому эти признаки, они, они неиспоримы, это признаки гуру Парампы, они неиспоримы. Вот, например, 11 таких признаков, беспримерная гуру сила, беспримерная гуру сила, готовность пожертвовать всем ради своего гуру Дэва и жизнь, в том числе. Допустим, приведем пример такой, он сейчас расследует такой, он сложил сумму, говорит, я говорю, что да, бабочек, хорош. Вот, и времена были тяжелые, указки у Брама и прочее, прочее, прочее. Вот, как бы, несогласие, скажем так, в теоретических вопросах так, или еще каких-то вещей, могли привести к тому, что его просто могли убить, например. Вот, как бы, такие, ну, какие-то такие вот моменты. И, ну, как он отстаивал, как он отстаивал, скажем так, тело в уроке шоу да бабочек у Хараджи, когда того хотели привязать за веревку к ногам того, к замоке, к лошади, и протащить по всему гуру Дэву, ну, как бы, по, скажем так, память, по завещанию урочи шоу да бабочек у Хараджи. По новодипе. Да, по новодипе. И он просто кинулся в бой за тело своего гуру Дэва, он сказал, кто посмеет сейчас из вас прикоснуться к телу, моему гуру. Поэтому выведите сюда, кто из вас хотя бы в месяц не видел связи с женщиной. Тишина. А там разборки шоу народу, полицейские чины и прибыли, потому что понимают, что дело похуде с жареным. Потому что это святое, как бы сейчас тут, как бы, ну, надо соблюдать какой-то порядок. Погодите, выведите сюда те, кто хотя бы две недели не видел связи с женщиной. Каспор Бранд, получат, тишина. Полицейские, а как вы поверите, как вы произвели ну, вдруг, он говорит, они не посмеют прикоснуться к телу моего города. И это было сказано с такой уверенностью просто, кто хотя бы вчера не имел связи с женщиной. И все разбежались вообще просто, короче, все брабы, которые кичили свои, скажем так, очень. Это были отреченные бабочки. Бабочки, отреченные бабочки, да, все, которые кичили свои, как бы, скажем так, отречения своим, что они там, вот такие вот, все, все избежались, никого не осталось. Почему просто, просто побоялись. А он не побоялся, он просто взял ему на руки тело своему, да, его поместил в основу. Так или иначе, бросил вызов всем бабочи, всем бабочи, до одного не побоялся. Вот, хотя реально, как бы. Мы знаем, то есть, то есть, в Духе, когда я пишу на своем гараже, когда в Уссас, в России такое хотели убить, он забрасывали камнями паломников, которые шли. Он с ним быстро завел в какой-то двор, поменялись с ним одежды. Он сам вышел под эти камни. Реал, он погибнет, но в любой момент, потому что, как бы, летели камни, бутылки и все, что там только не летели, железо, все там летело. Он, так или иначе, в Уссас, в России такой спокойный, значит, мог их. Наш Горудев, когда заболел Брахмачарем, она не мог Брахмачарем, туберкулезом, на тот период, это была неизлечивая болезнь, смерть, стопроцентная. Вот наш Горудев, для того, чтобы, скажем так, освободить нашего Парам Горудева для проповеди, чтобы у него было это время, он просто отправил, сказал, езжайте, я сама не во всем собачусь. Парам Горудев, с трогой душевной проповеди. А наш Горудев дежурил день и ночь, около этого мальчика, сам заразился. Строгой душевной проповеди, служили, несмотря на то, что мальчик умер. Парам Горудев был очень доволен таким служением. Он уплакал, когда узнал о том, как наш Горудев служил. И мы также видим, как ученики Горудева, каким образом они готовы были пожить, готовы были пожить своей жизнью. Своим, скажем так, духовным, как бы, кучей, ради того, чтобы как бы спасти Горудеву. Там были, ну, как бы, были истории. Вот, и, как бы, вот такая история, когда нашел Горудов, там пригласили в один храм, и наши, и ученики узнали, что там кто-то, ну, пакость какая-то. Вот, и они, ну, просто легли на пороге, сказали, вы не пойдете никуда, вы просто не пустили. Рисконно себя там влечь к ней в голову. Представляете, что такое, что у него шастра говорится. Если Горудев недоволен, вас никто не спасет. А ведь, все, ну, дайте упорти, болевать на сто миллионов жизни там куда угодно. Ну, то, чтобы в Горуде ничего не случилось, кто были пожертвованы, все свои благополучия, как Леонидович. Вот, ну, много таких историй, на самом деле. Вот, еще один яркий, как бы, тоже такой, как бы, пример, что ли, яркий такой, связь с аппаратами, качество вот этих, которые, значит, ну, передаются, скажем так, от одного к другому. Он был сенсор, ссоте того, когда начал проповедовать, к нему приходило очень много людей, из разных деревьев, из разных сел, и приходили, допустим, ну, чьи-то, чьи-то, чьи-то жена, родственники возмущались, как так, там, какие-то парикры, мы не видим эту женщину, там, она ваша, моя жена, потом я ее не вижу. Возмущенные родственники приходили, чтобы забрать своих, как скажем, близких, значит, из этой секты, в который попал, там, ихняя, там, эта самая, там, какая-то, родственница, так или иначе, и поговорим буквально, сошел другом папе, там, 5-10 минут, все родственники становились преданными, буквально, вот, до такой степени, он просто, ну, вот это излучалось, вот эта вот любовь, вот эта вот, как бы, вот, и своим, вот это вот, не умирающая любовь, она трогает шла, это действительно так, он проповедовал так, что просто, ну, не было шансов, привлекательством, буквально, естественно, и с преданными, и вся вот эта семья, вся деревня, если приходила к своему родственнику, как все становились преданными, так или иначе, он, потому что он заслуживал их любовь, их уважение, моментально, буквально, с первой встречи, вот, и потом уже вся деревня приходила на парикраму, они проходили там, это, ну, возьми парикраму, например, 40 дней проходил поджим, тяжелейших условий, и так далее, вот, возьмем в нашу пара города, вот, насколько сильно была любовь от Кураваси и Граджаваси к нему, сколько семинар была эта любовь, и когда он посылал своих брахмачари, наш пара города, проповедовать, как он нашел брахмачари, он послал одного брахмачари в тот округ, где грудер родился, сказал, иди и переведи меня оттуда в Махабагаруто, и этот проповедник привел к нашему брахмачари, и начал проповедовать именно ему, и когда грудер пришел в нем, и когда он наконец приехал, пара города, они с ним закрылись комнате, и до утра о чем-то там, мы сговаривали, вот эти брахмачари стояли под дверью, как бы, слышь, они долго, как будто он встретил своего дорогого друга, так или иначе, и пара города, И сказал нашему гурдеву, если ты завоеваешь любовь в Матхуровасе, в Раджавасе, все, твоя проповедь успешна будет, просто успешна. Что делал наш гурдев? Он озаботился о каждом, о каждом, буквально о каждом, о бочек ли это улицы, кто угодно, не важно, там богатый Матхуровас или совсем бедный. Он к каждому оказывал внимание, к каждому обращался. К нему приходили за любую помощь. Гурдеву очень много жертвовал, он очень много отдал денег на обустройство святых мест, в том же Гридаване, там еще где-то. Никто не отзывался, и они приняли нашего гурдеву за своего, хотя он дорогой, ну вроде как из Гридавана, правильно? Они его считали своим. Мало того, что они, как у Гридавана, от него узнали о славе Гридавана, от него узнали о славе Матхурова, они были счастливы этому счастливы, просто до бесконечности. Вот они, я не знаю, почитали, просто там, если бы что-нибудь подтвердит из бреда, когда там кто-то, чей фиктирует, он говорит, о, он Рай Мухарадж, что я и на свете, вылез, то он там, гору там, столько уважений, все, каждый подтвердит, что были в паломничестве. Вот, любой знает масло Рай Мухараджа, любой тебя туда привезет, любой, к себе там исправляется. И сейчас мы видим, кому вот в Гридавасе, в Раджавасе, местные жители оказывают почтение и уважение, кому они идут, где бабуля-другра, где маленькие детишки, которые прибегают, вот такие вот, и падают в ноги нашим Мухараджам, и смотрят на них, и говорят, и где, кому они прибегают, кому они идут за советом, с болячками, за гороскопами, затем за сель, в свадьбе или похороны, кому они идут, тянутся, вереницы, вереницы, вы посмотрите, сколько бенгаристов идут в Тихо Мухараджи, они говорят, что на него, это алфрачатка найдет, посмотрите, как она очень любит, просто, посмотрите, просто какая очередь из местных жителей, посмотрите, с какой любовью и уважением, то есть, к Шедару Мухараджи, просто обратите внимание, это прямое качество, это неоспоримые вещи, это прямая связь по городу, если мы видим, что какой человек не обладает, какими-то эти моменты, ну вот и маленько, может быть, это хороший человек, ну вот как-то, вот как-то так. Качество, я говорю, я могу перечитать очень долго, на самом деле, посмотрите на группу учеников, проповедников мирового уровня, Макисан сразу, как он, сколько у него было учеников, проповедников мирового уровня, ого-го, посмотрите на нашего парамгуру, проповедников мирового уровня, на нашем городу Току сейчас, еще Дару Мухараджи рассказывал о Току, извините, в нашем городе проповедны на живущем, причем уровень того, какой, вот, посмотрите, кто сейчас поехал, какие проповедники, прахмачари, поехали, прахмачари прошедших в школу нашего города, посмотрите, качество проповедей, уровень проповедей, сила этих людей, откуда эта сила, как она передалась, ну, я бы, по городу, на улице нашли, это уж точно, поэтому, нах, это тоже очень сильный, большинство отличительных, на самом деле, подготовка таких проповедников, вот эта сила, которая передается, она ниоткуда просто так не возьмется, без милости города невозможно, в принципе, вот, поэтому, мы с ним увидим людей, которые отвечают, если признак, мы должны понимать, это уровень, это один из гуру, пришла к нам сама лично, и мы очень удачливы, по самом деле, что мы можем, вот по этим маякам, выйти на дорогу, на правильную дорогу, и идти в правильном направлении, за гуру делом, за такими же, как он, за неотличными, в этом наше счастье. Харе Кришна. Валетарь Горень, ванэнде. Валетарь Горень! Валетарь Горень! И anybody help? Кто-нибудь еще хочет сказать? Ананта, махей. Иванцы. Ты видна с Вит? Не говорила по городатве? Продолжение следует... 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 Махараджи, Ананда Махини все время проживала на Тебе, но только по благословению Дикшо-гуре. Она сказала, что, пожалуйста, она хочет прожить все время на Тебе лотос-фит. Вы ее вытаскиваете от Нарта. Будьте благословительны. Все кто-нибудь может сказать. Все кто-нибудь может сказать. Хорошо. Вы можете говорить? Да. Ладно. Теперь. Ставьте. Махараджи, Анна Махараджи. Махараджи, Анна Махараджи. Махараджи, Анна Махараджи. Да. Махараджи. ПОДАЛИКС. Махараджи, Анна Махараджи. Достаточно. Игорь, да, у вас есть хороузитель. Намделяй, да? Вам начали подвести. Чито да, вам оставят Sovietа, и иди виден nothing. Когда нам дают возможность говорить, то это очищает нас. Мы все думаем о том, что если я буду много лет начинать проповедовать, я начинаю думать, но от этого у меня возрастет ложное эго, если я буду проповедовать. Лучше, если я не буду проповедовать, лучше, если я займу какое-нибудь очень маленькое место. Мы думаем, что именно в уроке увеличивается ложное эго. На самом деле все наши проблемы, которые есть в сердце, они так уже там есть все. Ничего потустороннего, ино-стороннего оттуда не вылезет. Вылезет своя собственная гордость. Если человек начинает заниматься проповедностью, если начинает совершать служение Гуру Вашнау, Гуру Вашнау просит это делать, то мы из ложной гордости отказываемся от этого служения подчас. Я считаю, что лучше занять более смиренное положение, лучше стать перед людьми. На самом деле очень важно, чтобы эти слоны, которые прячутся у нас в нашем сердце, они наконец вылезли на лужу, и все по небу надавали палками. Наши духовные братья и сестры. Когда мы начинаем служить, то эти слоны начинают лезть естественным образом, по милости Гуру. То есть Гуру, он дает нам служение, чтобы мы показали своих слонов. И тогда наши Гуру, когда ругает нас Гуру, это не Вашнава парадка. Когда нас подправляют духовные братья и сестры, это не Вашнава парадка. Это очень замечательный процесс роста, прогресс. Матарашад Шатар Махараш говорит, прогресс, значит, всегда подразумевает определенную ссору. То есть, когда мы растем, мы все равно что-то принимаем, что-то отвергаем. Онакулена Санкопап, онакулена Варджанам. Все равно для роста, для высшего блага, каждый из нас, он что-то принимает и что-то отвергает. Это подразумевает ссору. Каждый из нас, он проходит свой сейчас путь, свою жизненную ситуацию, которую он дает Гуру Башнава. Кришна и Гуру. И то, что происходит, то, что происходит, это очень благоприятная ситуация. Каждая ситуация, как объясняют Гуру Башнава вокруг нас, это благоприятная ситуация для нашего роста. Трабинка не шлахнется без ведома на то Кришны. Эти слоны, которые у нас есть, от которых мы учимся, они у нас у каждого внутри. И только лишь... И только... И что обозначает их анарты-ниврития? Анарты-ниврития обозначает это, когда Гуру нам дает знания, объясняет, как эти слоны выглядят. И мы начинаем... Потом, когда мы получаем Дашан этих слонов, мы начинаем избегать их. Мы начинаем какую-то работу над собой, без понимания о том, какие у нас слоны живут в нашем сердце, невозможно избавиться от этих слонов. Человек-руде всегда говорит, я буду вести тебя за руку, а кто-то придётся самим. То есть работать всё равно... Это не так, что можно просто плыть по течению, как-нибудь спрятавшись в огромном месте, тебя куда-нибудь принесёт само собой. Течение, оно всегда идёт вниз, оно не идёт вверх. Поэтому нам нужно просто-напросто, действительно, как говорит Гуруда, закрыть глаза и выполнять то, что после того, что произошло. Дредней занимать много не буду. Вчера я хотела о чём-то важном говорить. Сегодня я просто любуюсь о том, какие замечательные у меня братья и сёстры, как искренне и глубоко они говорят о Гуру Дели. На самом деле, когда начинаешь проповедовать, пытаться людей искать, тех, которые нужны Шри Гуру, которых Крэшна посылает, только когда ты начинаешь проходить, через многие-многие-многие люди начинаешь понимать, как же на самом деле дорогие братья и сёстры. Потому что это очень сложно найти человека, который к тебе прислушается, когда ты говоришь о Гуру Дели. Очень сложно, когда там в Дели распространяешь книги. Там тысячи и тысячи людей. Чтобы найти того, который действительно хоть какое-то сукрытие есть, это очень сложно даже там, в Дели. А тут по всему миру те души, которые Крэшна посылает. Просто мы начнём ценить своих братьев и сестёр, только когда будем сами искать эти цветы по мирам. Шиле города и очень сложно, если так говорить. Поэтому я предпочитаю всегда сетанту. Ну, поскольку сегодня уже было... Все говорят просто очень замечательно и от сердца. и от сердца. Продолжение следует... Продолжение следует... И так мы говорили о четырех важных причинах явления Махапрабху в этом мире, зачем мы пришли в этот мир. Мы говорили подробно о трех первых причинах и уже в прошлый раз объясняли о том, что тогда Кришна, закончив свои вилы в материальном мире, сидя в Никунже и вспоминая о том, как Он наслаждался раз со своими взаимоотношениями, со своими предами был неудовлетворен. Он понимал о том, какое счастье имеет рода ранее. Она имеет миллионы раз больше счастья, служа Ему. Тогда у Него проснуло желание почувствовать Ее настроение. Это те три причины. Первый причина — это Глория Барадхарами Преем. Второй причина — это Кришна Таттв. Он понимал, что Кришна Таттв — это Кришна, Его Ради, Его Ради, Его Ради. Он превелил его. Кто он? Кто он? Он очень красивый. Я не видел его так, как он. Когда я становился Сримати Радхарани, Радхарани, как он воспринимал Кришна, я также воспринимал его. Кришна сам не понимал, как Кришна красивая. Кришна однажды увидел свое отражение в зеркальной колонне. И он просто был поражен красотой. Он даже не понял, что это он. Он был поражен красотой этого юноши. У него, у Кришны, он мужчина, у него зародилось желание обнять его. Настолько это невыразимая божественная красота. Вот тогда у него тоже усилилось это желание чтобы занять положение облюбить вот так, как Радхарани. И даже, как мне, она очень хорошая девушка, как мне. Но когда он слышал Кришна, путь к Кришнау, она очень хорошая девушка, она говорит что она была байпуна. Она была с байпунтой. Она была с байпунтой, Дриндаван и другая часть земля, она была очень хорошей. Нагипатрии сказали, «Би-хай-кама-на-су-чри-дринкад-брата, который есть лотос-фит». Лакхими, она тоже хотела. Но наш мужик, Кали-Охат, она была очень счастлива. Он танцевал его голову. Насколько красив Кришна, почему он был так поражён своим отражением. Даже Лакшми, Лакшми — это супруга Нарайи. Её супруг — сам Господь, самый прекрасный Господь, самый прекрасный Господь. Она очень целомудренная женщина, самая верная, сам идеал целомудренной женщины. Но даже она, когда слыша о красоте Кришны, даже она оставляет, верная жена оставляет своего мужа Нарайину и идёт во Вриндаван, чтобы иметь такую любовь, иметь, как Гопи Кришны. Она, неправильно сказать, такую, как Гопи Кришна, она хочет иметь взаимоотношения с Кришном. Она не хочет стать как Гопи. Она хочет быть в своём положении, но она хочет иметь взаимоотношения с Кришной. Она оставляет на Вайкунку свой престол великолепия и роскоши своего верного супруга и идёт во Вриндаван, в Байлване, за границей Вриндавана, она сидит и совершает аскези. Об этом говорят Нагападни, жёны Калия в Шаманбхагаватам. И даже Нарайна Himself, когда он слышал Кришна's beauty, он не может продолжать это гридно. Он также пытается стыдить Брахмана с сыном, стыдить Брахмана с сыном. Если Кришна приезжает сюда, возьмет этот сын, кришна к Тарасану. Даже когда Кришна появляется в материальном мире, совершает Божественные игры, сам Нарайна не может получить Даршан Дхамы. Он не может получить Даршан Кришна. Только если ему позволят, он это может сделать. Это описано во многих писаниях. И поэтому Нарайна хочет получить Даршан Кришна. Что он делает? Он из Двараки начинает воровать сыновей одного Брахмана для того, чтобы Кришна придёт спасать, а поскольку они у него, то он как раз получит Даршан Кришну. На что пускается Господь ради того, чтобы получить Даршан Кришну? Да. Вы знаете эту историю? Вы знаете эту историю? Вы знаете эту историю? Знаешь, как Нарайна хотел получить Даршан Кришну? Да. Пятый. Пятый. Кришну, как Нарайна. Как Шинда Кашай Вишну. Вот у нас бремя земли. Поэтому нам нужно, чтобы ты его разрешил. И тогда, дек, дескать, он вырвал у себя два волоса. Один белый, один чёрный. Кришна Баларам. И они должны были прийти. То есть, с одной стороны, эта инкарнация этим самым мотивирует учителя, другие самопрады, о том, что Кришна и Баларам являются инкарнациями Вишну. Но в Абайшнаве они объясняют, для кого это говорится. И в комментариях, если бы это было бы действительно инкарнация Вишны, им бы ничего не стоило бы получить Даршан Кришны и Баларамы. А они не могут этого получить. Они не могут видеть, что такое Вриндава. Они не могут видеть ни Матхуру, ни Бриндава, ни Матхуру, ни Двараку. Вишну не может видеть. Даже если те находятся в этом материальном мире. Это не часть этого материального мира на самом деле. И поэтому, что делает Нарана, чтобы получить Даршан Кришны? Когда Кришна уже был в Двараке, тогда однажды пришёл один Браман к Кришне с жалобой. Кришна был тогда царём Двараке. Он пришёл в Двараке и сказал, что я упрекаю нашего царя. Я упрекаю вас из-за вас. Поскольку вы делаете что-то не так, у меня умирают сыновья. То есть, если царь в стране, он идеально следует своим правилам, своему условию, своему образу жизни. Если царь праведный, никогда в государстве ничего плохого не случится. А у Брамана только рождались дети, они сразу умирали. И потом пришёл с жалобой Кришну. И тогда Нараджуна не мог это слушать. И он выступил в защиту. Я защищу всех ваших детей. Я и мой лук Гандива. Кто может выстоять против этого? И тогда он пошёл. У Брамана уже была беременная жена. И она вот-вот должна была родить. И Араджуна из своих стрел сделал такую плотную защиту вокруг этой женщины, что даже солнечный свет не попадал туда, где она была. А раньше дети умирали, а теперь ребёнок просто исчез. Вот. И тогда Араджуна со своим духом к шатре уже решил, если он не сдержал слово. А он пообещал, что он сожжёт себя, если он этого не выполнит. Он уже приготовил костёр. Кришна всё смотрел на это. Он уже собирался наступить. Потом Кришна сказал, пойдём, я покажу тебе, где эти дети. И тогда он, и тогда Кришна, Кришна посадила Араджуну на колеснице, и они отправились к Вишну. Они отправились к Каранда Каша Вишну, там идёт описание. Они на своей колеснице, Кришна проходил через все восемь слоёв материальной вселенной. Там идёт описание всех этих слоев материальной вселенной. до Каранда Каша Вишну. И Каранда Каша Вишну признаётся, что только ради того, чтобы получить ваш старшин, я украл этих сыновей. И он возвращается всех этих сыновей. Такое. Так, если вы в Кришна Раскавираджа Господи, я рассказываю, что Кришна Рамадхуру деки басу де бархарху. Кришна, что когда Матурас, Матурас Кришна, и когда он услышал Бриндавана Кришна, когда этот сердцем стал Кхопдамин, он стал желанием. Он стал желанием, когда он слышал Кришна в Бриндаване. Кхоп, вы понимаете? Кхоп. Он стал желанием. Он сказал, что Кришна, что красиво. В Бриндаване Кришна, даже если Дварага, Матурас Кришна, он тоже, когда он услышал, он также открыт. Мы можем сказать, что в Дварага, что вы говорите о Кришна, о своих pastimes в Бриндаване? Вы не слышали о Катрахе? Кришна, когда Кришна в Бриндаване, Двара-кришна, Кришна Матурас Кришна, он истинный отрицательный и красивый Кришна. Когда он услышал о Бриндаване Кришна такой красивый Матурас Кришна, он стал желанием, этот сердцем стал аттрактивным. Он хочет вкусную Это здоровье. То есть насколько изумительна и несравненна красота Кришны, сам Каранда Каша Вишна мечтает, что говорит Каранда Кришна, даже сам Двара Кадиш, Кришна, он привлекается красотой Вриндавы, Кришна, который живет во Вриндаване. Когда он слышит о Кришне, как он привлекается к этому, помните историю, когда он услышал Кришну, и что потом с ним стал, он превратился в Вриндаване. Кришне Вриндаване. Да, и если он говорит о Вриндаване Кришне, когда он был в Вриндаване Кришне, в то же время, когда Кришна тоже увидел Мадурджи в Миране, так, кстати, который сделал Мадурджи в Миране, и восх Imran. Да, Игорь Нагагаган, Myr grup на interesting mess, который стал, как я я ляж его и получил Мадурджи, Продолжение следует... 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 То есть они соревновываются, Кришна в своей красоте и Радарани в своей любви. Кришна становится еще более красивой, Радарани становится еще более счастливой. Кришна еще больше, Радарани еще больше счастливой. И в конечном итоге Кришна просто наблюдает о том, что Ее любовь уходит ввысь и Он уже не может ее достать. Заметры, вот Стримад Бхагавад, они уже есть по-настоящему. Когда Радаран и Брады гопитали, они смотрят на Кришна. Они смотрят на Кришна, и они думают, что он не имеет двух глаз. Он не имеет двух глаз. Он не имеет двух глаз. Он тоже имеет двух глаз, и он тоже имеет блестные глаза. Продолжение следует... 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 красивой эссенцией. Кришна — Бриндавана, очень сладкая эссенция. Они выглядят очень сладкой эссенцией. Кришна — очень сладкая эссенцией. Своей жизни успешной. Своей здоровой эссенцией. Они слышали о том, как Кришна расправляется с демонами, как Он убивает Путину, как Он убивает Тринаварту, Шакатасура, Агасуру. Все девы уже в Мадхуре ждали, когда они когда-нибудь увидят Кришну. Потом Кришна появляется в Мадхуре. Когда Кришна и Баларяма идут по улице Мадхуры, вся Мадхура жаждет увидеть их. Они знают уже о том, кто такой Кришна. И они высыпают на балконы, высыпают на крыши. Когда Кришна идёт к Кришне, и Баларам они словно луна и солнце, которые спустились с небес по своей красоте описываются. Кришна в своих золотых одеждах, Баларам в своих одеждах такой небесной голубизны. И все Матураваси кричат «Кришна Баларам ки-джай!» А потом Кришна входит на эту арену, арену Камсы, как описывает его, он только что убил этих бешеных слонов, и он ещё украшен этими капельками крови. У него такое царское выражение, царский настрой, боевой настрой. И в этот момент, несмотря на то, что он был необычайно красив, как рыцарь, как воин, в этот момент Девы Матураваси, они возносили молитву и говорили «Гопиаста пасхи, мачарам ядаму шарапам, лаванья сарамасамонта, лаванья сирим». Они говорили, «О, как же более удачливы, чем мы…» Мы сейчас видим красоту этого Кришны воина, но как же более удачливы те гопи, они слышали о гопи тоже, они слышали о любви гопи Кришны, как же удачливы те гопи во Вариндаване, которые видели этого Кришну, не сейчас в таком виде, как воина. Когда Кришна как воин, он всё равно как лев в клетке, у него есть обязанности, он исполняет свои обязанности. Они видели Кришну во всей своей красе совершенно беззаботного, полностью поглощённого своими играми с гопи, как льва на воле. Красота льва в клетке есть, но какова красота льва, когда он на воле, когда он как царь природы. И вот про Мату и Рамани, эти девы Матур, они говорили, они восхищались, как же повезло этим гопи, которые видели Кришну, могли пить лаванья сарам, лаванья, как объясняет Городет, лаванья сарам. Сарам — это суть, сама сущность, а лаванья — это… вот когда человек красив, он более всего красив, когда лет 15-16, объясняют у него. От него что-то такое особо источает в этом возрасте, как будто он сам весь светится, вот этот дух цветущей юности, как иногда переводчики пытаются передать. Особой привлекательности, юности, красоты. Вот Кришна улаванья сарам — он просто, он весь блестит, искрится этой красотой. В Амья Сидхим — он сама обитель совершенства, описывает гопи. Как же удачливы эти гопи, что и наблюдает эту красоту. Это Кришна, Кришна — есть ещё есть. И ещё есть вот здесь, написано, Акхана-там, Бхала-гидам, Напараб-гидам. Это диаппену-гиди. Акхана-там, тогда С – дарса, inas — восхищены потом, с Дарсаном, Это Адхарани-Кришна, то это совершенно успешно, даже если Бог не стоит. Говорится о том, что как удачливы только те глаза, только те глаза имеют смысл, если они когда-то видели, там говорится, Кришну, Балраму, когда они гуляют по лесу со своими коровами, это гопи описывают. О том, как они ступают, описывают красоте, более глубокий смысл, как объясняет Праджа-Сутайор, когда только те глаза имеют смысл, которые не видят Праджа-Сутайор, не Кришну, Балраму, а Праджа-Сутайор, это Шаматирадхика, она, принцесса, и Кришна, это принц, они оба подходят под значение Праджа-Сутайор. Гопи говорят, только те глаза имеют смысл, которые видят красоту Рады и Кришны, гуляющих по лесу в Риндаванном месте, когда они наедине. Только эти глаза имеют смысл, все остальные глаза бесполезны. Только эти глаза имеют смысл, в этом стихе говорится, когда они видят, как они играют на флете. Кришна играет на флете. Это необычайно красиво. Если можно так говорить, а когда Шаматирадхарана играет на флете, то привлекается сам Кришна. Когда они вдвоем играют на флете, когда один берет флете, у другого играют на этой флете. Гопи в этом стихе говорит, что Крадхар Дхьянагити описывает. Те глаза имеют смысл, которые видят, как Рады и Кришна, гуляя по лесу в Риндавана, играют на флете. Они берут друг друга флета и играют по очереди. Только эти глаза имеют смысл. Маласи Кришна канья лал-ки-рай. Яхт. Отлично. Это все. Однажды. Однажды я хочу… Я могу смотреть на пасыр даже на твои contracts, если я не могу делать класс, то я могу смотреть. Я могу попробовать, если люди хорошо читали их. Ваши деньги неен�ен, но хорошие люди читают все. Тогда я хочу сказать, что нужно о том, чтобы приехать к вам. Самым красивым мусульманом китой. Хорошо. Хорошо, хорошо. Доброе утро! 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 Второе утро... Доброе утро! threatening me. Why why are these humankind, very, very rare? Why we need to God? Everything is okay! Be clear! Why we need to God? They tried to? Who is the one to speak? I did not give force. Who is the one to speak? Maатichwādhā Devnār Mishra – Это важный момент, как люди думают, как люди реагируют. И это важно, чтобы каждый из нас всегда больше подготовился. Самое актуальное для нас это для того, чтобы мы сами поняли, зачем нам нужно совершать бхажан, и чтобы другим помогать понять, зачем совершать бхажан. Завтра Махарадж будет просить рассказы все-таки, зачем нужно совершать бхажан как редкая и до человеческой жизни. Те, кто хотят, они могут говорить об этом. Если кто-то хочет, то они могут объяснить. И вечером будем праздновать Гири Раджа Гвардханова. Бхала Гири Раджа, Махараджа, ки! Харь! 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 Кришна! Не дайте никого не спешить, а может, мы поговорим, не приходите в класс. Харь! 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 Снять ее значение и потом рассказать что-то из своей жизни. Я сказала, что если кто-то... Я могу дать какие-то шлокы для полистопика. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Мадоника сказала, что я даю комиссию моих родителей. 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 А поскольку люди, они не знают о том, что это амал, они в это верят. Вы потом сами неосознанно, например, дома кто-то ругается, братья и сестры, папа, мама, вы потом сами точно так же ведете себя уже соответственно, будете им повторять, будете им имитировать, подражать им. У нихね 오르면, у нихamily начинали, тот новый — Германи, тот новый — вы三� в earth наказание, они берут Тебе, у них все дети лежат в сит чуж替е, 11 часов. 13, 14 лет. Все приходят тогда. И когда пациенты упомянули, то была пациента. Теперь, когдаندmarkt слышали о т Será моменте, так как люди, недавно сидли. Он уже пришел в школу и перестрелил всех своих одноклассников, застрелил своего учителя. Когда он пришел в полицейский, он застрелил полицейского, а потом застрелил себя. Где этот армар учился? Он думает, что так, что так люди показывают, это хорошо и нормально, это просто армар. Причем у человека он хорошо, плохой у человека. Только вы сами можете построить свое будущее и только вы сами сможете защитить себя и свое будущее. Наши ангелы, наши ангелы – это традиция. Действия – это биоруссминский. Внутри. Наши ангелы – это традиция. Но мы не можем делать эти вещи. Наши ангелы – эти дети и другие. Очень хорошо. У нас все летели, где-то 15 лет. И еще 15 лет. В Америке, в Новом районе, в Ирл. И сейчас вот самые лучшие студенты, это именно студенты в Индии, потому что они до сих пор не знают, что такое шпаргалки, они не знают, как кого-то обманывать, они не знают, как притворяться, причем это вот результат воспитания, просто строгость должна прерваться из детства. Родители имеют полное право на воспитание с любовью и прорывами. Знаете, я обманываю, я обманываю, я обманываю. Когда я учусь, когда я учусь, учусь, я не могу слышать, как здесь, я обманываю, обманываю. Я обманываю, как здесь, я не знаю, на экране, что вы не слушаете, не слушаете. И это очень, очень busy. Нет, не думают о думе, как там они? Как в это время основания, строгость – вы не слушаете. Вам понравилось? Нет. Ок, нет. Я сам помню в школе, я когда учился в школе, то если ты не хочешь учиться, то учитель просто берет тебя вот так за руки, держит твои руки и прутьями тебя бьет по рукам на то, что ты не хочешь учиться. Больно, но очень больно. Или в качестве наказания, например, ставят, чтобы при всех детях, чтобы он там смотрел, солнце встает, вот на солнце он стоит там на карачках, скупожившись, чтобы все видели, что тут он самый позорный ученик. И все из-за чего, не для того, чтобы навредить ребенку, потому что у ребенка еще мозгов нету, если родителям эти мозги не даст, то он не вырастет хорошим человеком. То есть, наказание родитель дожит, он делает это из любви, но наказание нужно, и тогда только будет хороший студент, и тогда будет хороший человек, а иначе у детей мозгов нет. Мы видим, что весь мир, Америка, Кран, Лондон, если кто-нибудь из Индии стоит, то есть кто-нибудь из Индии стоит там. У нас есть достаточно благородоваться, в один раз, когда родители болеют, которые воспитывают, с beggатами его возрастают, 15-16 лет. В то время шестнадцати лет через не единственное право. Он говорит, что вы любите эту митру, почему теперь эта жизнь, не знаю, женщина, не знаю, но они будут так сильно порочить, как вы, 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 вы. И все, как я понимаю. Индия называется Рам, когда считают, что Маньян, Ребенок должен понимать о том, что он сам ничего не понимает, ему нужно учиться у своих родителей, он воспринимает своих родителей как своего Бога. У него только одна надежда на спасение — это на мудрость своих родителей. Крамачандра, как дети, просыпаются, когда ребенок просыпается. Крамачандра показывает, что когда он просыпается, он идет к своим родителям и касается их ложечки к столу. И когда дед засыпает, Рамам не подходит, начинает массировать ему мороз. Вот именно из этого делает идеального царя. Без этого послушания невозможно. Знание просто не приведет. И они имеют очень хорошие отношения к родителям, как родителям и родителям. Как можно… То есть они в детстве закладываются отношения к родителям, как гуру. Если ты не понимаешь, что такое учиться, что такое послушание, то даже когда у тебя будет гуру, почему мы не можем следовать гуру? Мы с детства все независимые. Мы все что хотим, то и делаем. Если бы у нас было вот это послушание с детства, мы бы гуру следовали как следует. И, как будто это что-то, где-то с Легенды. Я хорошо. Я хорошо. Я хорошо. Я хорошо. Продолжение следует... ier И он сказал, что этот родитель, он сломан с ним. И он сказал, что он должен быть виноват в полицию. Он сказал, что в Индии никогда не виноват. И он не виноват, что он закончил. Он сказал, что это не так. своих детей. Но в Америке, например, там закон, там как что-то, даже ребенок может пожаловаться на родителя, и родителя посадят в тюрьму, и он заплатит большую сумму денег штрафа. И вот когда эти дусы приехали в Америку, они видят, что их ребенок, ну, дурная компания, он там с кем-то встречается, он совершенно не подается, они его хотели наказать, он и пригласил. Вот, говорит, что-нибудь не сделайте, пойдут в полицию, и ничего у вас не получится. Тогда они все себе опять вернулись в Индию, прямо в аэропорту. Папа такого ингаля, своему сыну роду, говорит, вот сейчас ты ни в какую полицию не пойдешь, от человека я из тебя не делаю. Да, я из тебя не буду. Да, я из тебя не буду. Да, в России тоже полиция, наверное, не будет. Они сейчас пытаются, я с ним не подходит. Уже уходит, но ты понял. Уже из нас, 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 из нас. Они образованные, не цивилизованные, не значит такого послушания, и поэтому они как животные живут. Да, вот в Индии они, мальчики, они все очень вежливые. Они все, у них у всех друг друга уважительная плата. Они знают, что такое дед. Они потом сами, когда будут отцами, они будут в правильное воспитание для них. Они хорошо и знания знают, и ко всем хорошо относятся. Это тот результат такого воспитания. А как нашим детям? Они учатся в девочерской школе. Именно в этой школе. Вот точно так же, как ученик, это именно тот, который терпит наказание своего гуру, вот только он является учеником. Вот точно так же, ты являешься сыном, если терпишь наказание своего родителя, а иначе ты не сын. Иначе ты не получишь воспитание. А иначе ты просто посторонний мальчик. Вот сын, это только в том случае сын, если он слушается своего родителя и терпит все наказания. Не знаю, что ты не знаешь. Хорошо. Понятно, почему в возрасте можно вам ответить на вопросы? Если бы ещё взял. Хорошо. Я хочу спросить, в каком год они могут дать вам в вашем угрозе эти поиски? Я бы и сейчас отдала, так куда он, кому он нужен? Десять дней, наверное. Буду он виду пацанатов, а как его? Куда я оттену пацанатов, бактун он дэк? Да, выдержишь? Так от Туласи же уехала, девочка, она к уроку поступила. Да, учится, приезжала. Туласи? Туласи, она вообще любит военно-хораживание, девочка. То есть, если смотреть практически на это, там есть школа, там есть таких доматиков, например, берут, ну, группа, как бы, если смотреть, отдать в МАТ, там все равно надо учитывать визы. Визу пятилетнюю дадут, будут давать только туристические визы на МАТ. Если учиться, нужно учиться. И нам есть только от Талли. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да. Да, да. 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 Да, да. 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 . Он говорит, что дело в том, что в Индии все равно тоже в телевизоре, там нет таких фильмов, там не показывают того, что у нас. Что ты говоришь? Те же самые каналы и те же самые каналы. Интернет вообще, это иллюзия на самом деле. То есть там оно более-менее строго, еще где-нибудь более-менее в деревнях и больших городах. А если взять большой город, он уже практически ничем не отличается от этого города. Это только те семьи, которые еще смогли сохранить эти традиции, где идет вот такое воспитание. Но этого нельзя говорить уже об Индии, просто может так получиться, что приехать в Индию и потом с тем же самым столкнуться и разочароваться в этом. Это строго, и уже от семьи зависит от всего. Приезжать же нужно на саду. Просто чтобы для того, чтобы она прирастает дальше. Пришли нужно на саду. Но это все зависит от нашей собственной самскар. Это усиливания и забыть ребенка остаться в матхе жить. Поэтому родители это все зависит от нашей собственной самскар. Если ему понравится, он там будет жить. Его никто оттуда не сможет забрать. Если ему не понравится, ты хоть как доставляй его там жить. То есть это все равно возможности эти ограниченные. Это все зависит от наших сорска, от того, что жизнь. Но безусловно, даже один день, чтобы прожить в Мафии, то лучше, чем вообще его не было. Немножко подрасти, чтобы серьезно было, более серьезно к этому отношусь. Потому что кажется, что там легко жить. Это нужно иметь отношение с людьми. Если ты маму не слушаешься, ты потом кому будешь там правильно слушать, а кому будешь проблемы со здоровьем. Пробоксы слушаются. Пробоксы это работают. Месяц один послушаются, а потом... Теперь кто-нибудь что-нибудь не так скажет, ты будешь драться с кем-нибудь. Ты научись маму слушаться вначале. С кем-то. С кем-то. С кем-то. Это же очень... Маму слушаться легче еще, чем кого-то постороннего человека. Это здесь происходит. После того, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь, как ты думаешь. Как ты думаешь, 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 как Она нужна в Камалине и Камалине. Может быть, один. 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 Они возьмут один. Да. Да. О, да. Но в этом году. Это было достаточно. Нет. Это было не так. Да. И, да, да. Вы можете помогать, Очень красиво. Продолжение следует... А, вот она, вверху лежит. Так, кто флешки попал? Да, они тут уже, да. Вы видели, они имеют ту же флешку, но, да, тоже у меня. Ага. И приехали, ну что, у меня сейчас покушает. Да? Да. У нас таких книг не было. Мы поедем. Это вот же издали. Вы же издавали эту книгу. Эту? Нет. Как нету? Как нету? Нет, 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 это Аримардон правда издавал. Это кто? Где?